Доброе утро всем! Большой привет из Рима! И мы продолжаем с вами говорить об истории Ватикана. На прошлых эфирах мы коснулись самого начала истории Ватикана с того момента, когда это место, эта географическая зона получила свое имя и стала упоминаться в исторических источниках. И сегодня мы наконец поговорим о первом храме, первом храме Константина, о том моменте, когда христианство официально пришло на холм Ватикан, но и с тех пор этот холм превратился в одно из самых важных мест паломничества, христианства и искусства, но и истории на Земле. В общем, действительно, Ватикан — уникальное пространство, и мы продолжаем разбираться с его историей. Для тех, кто совсем недавно присоединился к моему блогу, я представлюсь. Меня зовут Евгения Кулешенко, я римский искусствовед, доктор философии и искусствознания, работаю в музеях Ватикана, провожу экскурсии по Риму и Ватикану. Итак, действительно, когда мы смотрим на историю Ватикана, вот в общем, начиная с самых-самых ранних ее периодов, невольно ощущается какое-то вот такое вот фатальное влияние, да, судьбоносность, наверное, можно сказать. И ведь действительно, Ватикан — это то пространство, где сменились цивилизации. Цивилизация этрусского уступила место римской цивилизации. Консул, который сражался с этрусками, впоследствии принял участие в написании 12 таблиц. Это тот самый первый свод законов, который помог империи стать великой, потому что появился принцип «все равны перед законом», и это очень важный принцип для формирования государства. Впоследствии на холме Ватикан был построен Некрополь, город мертвых. Здесь был распят апостол Петр, но, в принципе, все показывало на то, что жизнь побеждает смерть. Ну что ж, первый храм Ватикана — это тема нашего сегодняшнего эфира. Я благодарю еще раз всех, кто присоединяется, и отключаю комментарии, чтобы они не мешали смотреть на изображение. На прошлом эфире мы с вами говорили об императоре Константине. Точно так же, как некая судьбоносность ощущается в истории Ватикана, вот точно такая же судьбоносность была и в его биографии. Иногда казалось в некоторых моментах жизни Константина, что его вела какая-то неведомая сила, и для того, чтобы он сделал то, что должно было быть сделано. И, в принципе, Константин, он действительно считается очень и очень положительным историческим персонажем с точки зрения христианства. И именно ему приписывают Миланский эдикт 313 года, который, по большому счету, разрешил свободу вероисповедания. На самом деле, вот этот вот Миланский эдикт — это такой исторический договор, потому что этот указ не имел формы эдикта. Время было немножко другое. Были немножко другие названия у документов. Этот эдикт был не подписан конкретно Константином, этот эдикт был подписан его с императором, и он даже не выходил в Милане. Но, по большому счету, вот это вот традиционное название «Миланский эдикт», хоть не совсем и верно, но абсолютно принято историками. И надо сказать, что все-таки Константин не наделил какими-то особыми привилегиями христиан, и сам не стал христианином, но он, разрешив открыто исповедовать христианство, дал христианским священникам те же самые привилегии, которые были уже у языческих священников. И по сравнению с гонениями, которые закончились буквально совершенно недавно, конечно же, это положение было настолько замечательным, казалось, что просто манна небесная сыпется теперь на христиан, и за это Константин заслуженно получил историческую благодарность. Но каким же был Рим, когда Константин, сразив своего римского соперника Массенция, входит в город? Что он находит? Большому счету город очень красив. Все то, чем мы восхищаемся сегодня, или точнее, руинами того, что осталось, которое мы восхищаемся сегодня, было уже построено. И прекрасные дома, очень красивые площади, бесконечное количество произведений искусства, мраморных скульптур, бронзовых статуй – это все было на улицах Рима. Но в то же время Константин ощущал, что город… Знаете, это был город, который наслаждался жизнью, и в котором не ощущалось будущее, потому что римская элита… Вот на самом деле у элиты есть очень много задач, и одна из этих задач – это производить содержание культуры. Так вот, римская элита не производила никакого содержания культуры. Их основным развлечением было обсуждать латинский язык, который был совершенно не идеален у римских генералов, у которых, к тому же, уже могла присутствовать и варварская кровь. Поэтому Рим спрятничал, Рим наслаждался, Рим развлекался. И да, еще, конечно же, люди при власти боролись за самые большие куски, за самую большую прибыль, и процветала коррупция. И в этом всем, безусловно, император Константин, конечно же, не мог не выделить группу людей, которая именовала себя христианами. Я уже говорила, что Константин не стал христианином, его крестили, можно сказать, что его почти крестила дочь Констанция на смертном одре. Но Константин, вполне вероятно, был покорен людьми, которые именовали себя христианами. Во-первых, потому что это были образованные люди. Очень часто заявляется в исторических источниках, что христианство пришло к рабам. Это совершенно неверно, потому что рабы не могли бы сохранить веру, не могли бы ее исповедовать, не могли бы вникать в некоторые детали христианства и создать достаточно стройную философскую структуру, философское размышление, которое уже присутствовало среди христианской общины на момент прихода Константина. И Константин решил, что, возможно, вот в этих людях, которые настолько веруют в своего Бога, что готовы за него отдать жизнь, и чьи слова, в общем-то, о вере достаточно красиво, возможно, в них может быть будущее империи. Поэтому, да, Константин разрешает свободу вероисповедания, уравнивает христианских священников с языческими жрецами Рима, но в то же время возлагает на христиан определенные надежды. И поэтому нужно построить для христиан новые храмы. И знаете, вот в этом строительстве император Константин сделал одну замечательную вещь. Он проложил вот тот мост, который навсегда соединил римскую традицию и христианство, и позволил впоследствии даже случиться ренессансу. Во-первых, Константин возводит христианские храмы, то есть он дает начало строительству христианских храмов, оставаясь римлянином до мозга костей. И перед нами на экране сейчас не базилика Сан-Петро, а базилика Сан-Джованни Инлатерану. Это чуть отступает история Ватикана. Стоит сказать, что это совершенно уникальное место в Риме. Это не только первая церковь христианская, которая была построена на Западе по желанию Константина, но это еще и 1500 лет, 1600 лет истории и истории искусства, которую никуда не переносили и которая осталась там. То есть произведения искусства в базилике Сан-Джованни Инлатерану, они так и украшают те стены, для которых создавались. Поэтому, входя в базилику, невольно ощущаешь ход времени, и я всегда удивляюсь, почему там так мало людей. И знаете, вот еще раз, готовя эти эфиры, конечно же, я читала очень много о Константине, и потом поняла, что в Риме можно пройтись по местам, которые несут память об императоре Константине. И это совершенно невероятное впечатление, когда вы через реальные существующие места, монументы, в которые можно войти, в которые можно потрогать, открываете для себя грани, может быть, и спорной, но в любом случае великой исторической личности. Ну что ж, Константин действительно понимает, что да, нужно давать возможность христианству расти, нужно создавать храмы, но для этих храмов необходимо правильно выбирать место. И Сан-Джованни-Лотерано – это совершенно не случайное место. Все дело в том, что в лотеранских землях находились казармы претерианцев. Претерианцы – это были, пожалуй, единственные верные солдаты императора Массенсу. Уже когда было понятно, что битва у Мильевского моста проиграна, только они не оставили Массенсу и продолжали сражаться до последнего. Поэтому Константин, прекрасно помня историю Рима, донать ее мемориум, уничтожая то, о чем не хочешь, чтобы помнили, конечно же, упраздняет казарму претерианцев и отдает эти земли епископу Рима, для того, чтобы здесь вырос первый храм. И, кстати, первая резиденция римских пап, она тоже будет у лотеранского дворца. И резиденция здесь папа проживет до 1307 года, пока его не заберут в Авеньон. Ну, а мы переносимся от Сан-Джованни-Лотерано на Ватиканский холм. И здесь для начала нужно сказать, что был некрополь, об этом мы говорили. Холм выглядел приблизительно таким образом. И прежде чем начать новое строительство, необходимо было что-то сделать с некрополем. Это непростая, это совершенно непростая задача, потому что иногда, гуляя по римским улицам, можно найти вот такую вещь. Это померий. Померий – это были камни, которые определяли черту города, границы города. И когда город разрастался, например, Рим, эти камни нужно было переносить на более дальнее расстояние, чтобы вместить новые дома. Так вот, для того, чтобы начать их перенос, требовалось влияние, требовалось вмешательство понтификуса Максимуса. Очень часто этот титул, понтификус Максимус – это титул верховного жреца. И очень часто этот титул принадлежал как раз императорам. И император должен был разрешить переносить померий. И рабы, которые переносили эти камни на новые места, устанавливали новые границы города. После того, как работа завершалась, обычно их убивали. Потому что границы города священны, то, что находится за границами города, может нести опасность, может нести смерть. И это касается границ города живых. Представьте, сколько же сложностей было с границами города мертвых. Но император Константин, естественно, имея свою власть верховного жреца и юридического в том числе, разрешает уничтожить, убрать некрополь, застроить его. И самое интересное, да, это разрешение было получено, но когда уже в самом Потекане, уже в XXI веке начали вести раскопки некрополя Константина под собором Святого Петра, была отмечена одна особенность. Рабочие знали, что они имеют право убирать могилы, но они делали это максимально осторожно, стараясь сохранить как можно больше и ничего не повредить. Потому что, конечно же, у них был либо страх мира мертвых, либо уважение к тем, уважение уже к ушедшим. Ну что ж, на месте некрополя вырастает новый храм. И здесь Константин делает абсолютно интересную вещь. Все дело в том, что ему отчетливо ясно, если христиане оправдают надежды, значит, христианство будет набирать силу, и это значит, что не ограничится вопрос строительством двух храмов. Базилика Сан-Джованни и Латерану была построена, чтобы стереть притерианцев, а вот базилику на могиле апостола, на могиле рыбака, Константин выбирает это место совершенно не случайно, потому что вот как раз в фигуре Петра и воплощалось то, что подкупило его в христианах. Они были настолько уверены в истине своего учения, которое в том числе говорило и о жизни, о вечной жизни вместе с Богом, что были готовы отдать вот эту реальную, осязаемую физическую жизнь ради той будущей, для того, чтобы доказать, что все, что сказал Иисус, это истина. Поэтому, конечно же, Константин решает построить базилику на могиле мученика. Это абсолютный прецедент. Такого никогда не было. Были мавзолеи, это были мавзолеи для людей, у которых были деньги, о которых хранилась память. Можно было где-то хранить урну с прахом и говорить, это мой замечательный родственник, это человек, который был мне близок, человек, которого я любил или любила. Но построить храм на могиле мученика, причем распятого, по большому счету, по приказу римского императора, это был абсолютный нонсенс. И Константин, тем не менее, осознавал, что если христианство будет набирать силу, значит, нужно иметь архитектурную модель, которая позволит очень быстро возводить большое количество храмов. И он находит эту модель в гражданской архитектуре Рима, базилика. На верхнем изображении мы видим классическую римскую базилику. В принципе, ее впоследствии этот термин интерпретировали как дом царя. Но это уже более византийская интерпретация. Для римлян базилика была абсолютно светским пространством, где, по большому счету, происходила социальная жизнь города. Договаривались обо всем. И устройство этой базилики было следующим. Прямоугольник вытянутый. Это достаточно сложно с точки зрения архитектуры. Достаточно просто с точки зрения архитектуры, простите. Базилика возводится, а украшать ее уже можно бесконечно долго. И вход находился в широкой части. Таким образом, каждый, кто входил, он сразу оказывался как бы в центре. Видели его, он видел окружающих. И, будучи абсолютно лишенной религиозного значения, базилика могла быть использована как архитектурная форма для возведения храмов, на тот момент для Рима, новой веры. Но все дело в том, что копировать, просто копировать нельзя. Константин этого и не сделал. Да, он взял идею. То есть, да, он взял макет. И уже переработав этот макет, и это очень хорошо видно на примере как раз первой базилики Константина, он смог отразить новое мировоззрение христианства. А мы ведь с вами продолжаем жить в этом мировоззрении. Языческие храмы были либо вытянутого прямоугольника, либо круглые. Но в любом случае, особенно круглый храм, очень характерный для культуры Трусков, для культуры Рима, это был символ постоянно идущего времени. Время сменялось, зима, осень и так далее, но время идет постоянно. Концепция времени у христиан отличалась существенно. Наш мир не бесконечен, у него есть начало и у него есть конец. И вот между этим началом и концом люди получают возможность вырасти духовно, превзойти первородный грех и присоединиться с Богом в момент причастия. И вот это вот отражается теперь в ориентации базилики. Входы находятся с узких сторон, точнее вход находится с узкого фасада, и само тело базилики превращается как будто бы в проход, как будто бы в такой корабль жизни, который ведет человека к алтарю, где он обретает спасение. И символизм сакральной архитектуры, он появляется еще при Константине и в принципе остается таким же и сегодня. Входя в храм, человек уже меняется, он начинает свой путь, постепенно появляются капеллы, изображения святых, украшения колонн. Вот это вот было разным, но все, что оформляет Нев, всегда имело одну цель – помочь человеку на пути, потому что идти прямо и хорошо – это просто. А вот когда человек оступался, ему нужно было снова вернуться на правильный путь, раскаяться, исправить свои ошибки, понять, в чем свой грех. Конечно же, вот такие моменты требовалась помощь, и эту помощь оказывали как раз через изображение, через то, что сегодня мы часто называем произведениями искусства. И в конце концов, конечно же, у алтаря было это самое причастие. Но Константин делает еще одну очень интересную вещь в том, что касается базилики Ватиканской. Это не только новое мировоззрение от сотворения до страшного суда, это не только путь к духовному росту, к очищению, к тому, чтобы стать лучшими. Вот, смотрите, у нас и сегодня, да, это такая вот очень стекуляризационная версия идеи Константина. Мы часто работаем на результат, и каждый из нас, очень многие из нас, вот желают стать лучше, да, выучить новый язык, похудеть на сколько там килограмм, что-то сделать, да, помогать приюту животных. То есть вот этот вот духовный рост, он у нас вошел и в светскую жизнь. И Константин делает еще одну очень важную вещь. Он добавляет трансепт. В принципе, трансепт – это галерея, которая пресекает центральное пространство храма. На изображении он выделен красным. Такой себе архитектурный элемент, который можно использовать для нужд литургии. Но это техническое описание. По большому счету, Константин, добавив трансепт, превратил тело базилики в подобие латинского креста. Крест – это один из самых древних символов. И здесь не идет речь о распятии, потому что крест и распятие – это символы разные. Нельзя говорить, что они одинаковы, но нельзя признать одинаковым утверждение, что крест и распятие – это одно и то же, если мы не хотим признать, что в таком случае Жигули и Мазерати – это одно и то же, потому что это другой автомобиль. Поэтому крест – это не только защита, это еще и рост. Вот действительно, дерево жизни, крест, рост, восхождение к небесам, апофеоз и так далее – это очень, скажем так, древние мысли, это практически архетипы в человеческой культуре, в нашем с вами подсознании. И вот эти архетипы находили визуальное выражение в символах. Так что церковь становится местом духовного роста, и поэтому можно называть христианские базилики телом символа. То есть появляется идея духовного роста, и эта идея воплощается в архитектуре. И, конечно же, базилики были прекрасны. Они были… первые две базилики были совершенно изумительны. И снаружи, и изнутри здесь перед нами реконструкция, но еще больше, чем, может, в какой-то мере больше обустройстве, о внутреннем убранстве базилики, построенной Константином, ведь не только внешняя архитектурная форма, нужно же было все оформить правильно и внутри. Так вот, знание о внутреннем убранстве мы получаем благодаря Джулио Роману, помощнику Рафаэля Санти, который расписывает зал Константина в Ватикане. И перед нами фрагмент его фрески, где мы видим передачу власти Константином Папе Римскому. Но нас в данном случае интересует совершенно другое. Нас интересует архитектура. Когда передавалась власть, когда появилась идея этой власти, и почему здесь изображен именно этот момент, мы узнаем позже, когда уже дойдем до истории Ватикана в эпоху Ренессанса. Но мы видим очень красивые колонны, мы видим в глубине у алтаря битые колонны, их и сегодня можно увидеть в соборе Святого Петра. Они когда-то украшали алтарь старой церкви, сейчас они украшают балкончики для демонстрации реликвий в Новом Сан-Петро. И самое интересное, в апсиде мы находим мозаику. Ее попытались реконструировать, кстати, благодаря как раз фреске Джулио Роману. И у нас получилась очень интересная идея. Мы в центре видим Иисуса Христа, по бокам от него находятся Петр и Павел. И появление здесь апостола Павла говорит о многом. Петр был действительно избранным, да? То есть его Иисус выбирает из многих и делает апостолом. А вот Павел был тем, кто сам избрал этот путь. Он позволил католической церкви стать апостольской. Он позволил новым людям присоединяться к христианству и выбирать этот путь целью своей жизни. Но внизу не менее замечательное изображение. С каждой стороны по пять огнцов. Они символизируют апостолов. В центре под Христом мы видим еще одно изображение огнца, потому что Иисуса, благодаря строкам из Ветхого Завета и называвшим его огнцом Божьим, очень часто изображали как огнца. А вот по бокам от Иисуса в центре есть две фигуры. Одна из них с крестом – это Ион Креститель, потому что он предтеча, он открывает путь к христианству. А вот вторая в папском одеянии – это апостол Петр. То есть эта мозаика, скорее всего, что появилась уже позднее, не при Константине. И здесь уже делается акцент на фигур Петра, именно как первого папы, именно как того, кто дал власть следующим, дал особую власть, самую высокую власть своим наследникам, будущим папам римским, которые пока еще не существуют, есть только епископ Рима. И вот попасть внутрь вот этой базилики, она прекрасна снаружи, она прекрасна внутри. В нее входят замечательные люди своего времени, конечно же, хотят очень многие. Поэтому в 380-е годы возле базилики святого Петра в Ватикане по решению папы Дамаза добавляется баптистерий. До этого баптистерий был только у собора Сан-Джованни и Латерану. Знаете, сейчас, в общем-то, детей крестят, когда приходит время, когда приходит возраст. Достаточно договориться со священником, определить дату, пригласить гостей. Но в первые века христианства крещение проходило только раз в году, в пасхальную ночь. К крещению допускались отнюдь не все, а только те, кто прошел катехизис и сдал экзамен. Для того, чтобы стать христианином, нужно было не просто сказать «я христианин», нужно было понимать четко, о чем идет речь и что в себе несло христианское учение. Можно было, кстати, экзамен и не сдать. И тогда крещение откладывалось как минимум на год. Поэтому это был большой праздник. Это была грандиозная церемония, это было посвящение. И здесь у нас модель латеранского баптистерия. О Ватиканском не сохранилось практически никакой информации, но вполне вероятно, что он был очень схож по форме с еще до сих пор существующим латеранским баптистерием. Крещение проходило посредством погружения в воду. Это крещение, этот ритуал крещения основывается на письмах апостола Павла. Современный католический ритуал крещения это уже крещение по Евангелию, покрещение, которое следует за крещением Иоанна Крестителя. И люди погружались в воду, погружались в бассейн. Было очень важно, чтобы рядом с баптистерием проходило к ведуку, иначе было бы невозможно поставить всю вот эту воду необходимую. И погружаясь, они, конечно же, выходили из воды, чувствуя себя абсолютно обновленными, другими. И самое главное, теперь они получали право не только наблюдать за службами снаружи, но и заходить внутрь храмов, потому что христианские церкви не допускали посещения ни туристического, ни посещения людьми, которые христианами не были. А прекрасные фасады, кстати, было очень много мозаики, потому что мозаика – символичное искусство для христианства. Она означает, что изображение создается всеми, кто вместе. Поэтому христианская община, христианская вера, она нуждается в том, чтобы все люди были вместе. И, конечно же, зайти вот в эти прекрасные стены, где уже на фасаде были великолепные мозаики, хотелось многим, и теперь это можно было сделать тем, кто прошел крещение на полных законных основаниях. Кстати, еще немного информации о фасаде старой Константиновой церкви, сегодня полностью утраченной, уступившей место собору Святого Петра, мы можем найти, опять же, на фресках Рафаэля, на этот раз в комнате «Пожар в Борго». И вот эта вот фреска «Пожар в Борго», она изображает момент, когда в городе в IX веке начинается жуткий пожар, он съедает весь правый берег, и люди бегут к папе за помощью. Конечно же, папа крестным знаменем осенит пламя, и огонь погаснет, и все будет хорошо, но само обращение к папе за помощью, это тоже связано с архитектурой первой базилики Константина, первой базилики на могиле апостола Петра. Мы с вами рассмотрели ее структуру, мы с вами рассмотрели, как, в общем-то, античная форма базилики обретает новое значение, она становится символическое с точки зрения христианства, она отражает философию мировосприятия, опять же, с точки зрения христианства. Рядом, ну, Баптистерия уже появится после Константина, но это вход вот в этот новый мир, но перед базиликой устраивается большая площадь, окруженная портиками, на которую тоже нельзя было вот так вот зайти и выйти, потому что был еще один фасад, она была закрыта, и на этой площади паломники могли отдохнуть, они могли решить, куда они идут, в базилику Константина на литургию, либо они хотят только поклониться мощам апостола, а еще паломникам могли помочь с едой, могли помочь, если у них были проблемы со здоровьем, поэтому вот это вот пространство перед храмом, вот эта вот окруженная портиками площадь, она в какой-то мере закладывает традицию, которая и сегодня сохраняется в Ватикане. Рядом со святынями, рядом с величайшими реликвиями проходит жизнь, обычная жизнь, со своими горестями, со своими бедами, и Ватикан живет и принимает гостей. И самое интересное, что когда Константин построил свою первую базилику, ну, по датам это 319-322 год приблизительно, есть упоминание о том, на одном из произведений искусства есть надпись, что Константин и святая Елена посвящают эту базилику, Риму отдают ее, скажем так, Петру, епископу римскому, эта надпись является подтверждением того, что Константин и Елена либо присутствовали на открытии этой самой базилики, на освящении, в общем, в любом случае они были с ней связаны. Но самое интересное, что это уже, как говорится, дела житейские, потому что мы начали говорить о жизни. Все дело в том, что рядом с базиликой находился храм богини-матери, храм Кибелы. Это вот сегодня, где площадь собора святого Петра. И в принципе жрецы этого храма, они жаловались, что из-за работ над строительством базилики их культ закрыли, то есть запретили на время проводить жертвоприношения, проводить свои праздники. И это вот закрытие как раз и было с 19 по 22 год. Поэтому, возможно, это были годы, когда основная часть, по крайней мере, константиновой базилики была возведена. Но потом жалобы продолжились. Только теперь уже культ возродили к жизни. И теперь уже христиане жаловали, что жрецы из культа великой богини-матери очень весело проводили свои ритуалы. И это немножко мешало спокойствию христианской литургии. И вот приблизительно в эти годы, практически сразу после завершения работ, посетить мощи апостола Петра, прийти в базилику, хотело в день в среднем 30 тысяч человек. Как ни странно, но это почти та же цифра, которая не изменилась и сегодня. Около 30 тысяч человек в день посещают музей Ватикана и собор Святого Петра. В соборе Святого Петра может быть немножко больше. Так вот, вот этот вот портик, он и проявит вот ту особенность Ватикана, которая нас поражает и сегодня. Когда мы говорим о Ватикане, мы говорим не только о вере, мы говорим даже не только об искусстве и истории, мы еще говорим о повседневной жизни, о ее особенностях внутри стен Ватикана и о том, как это связано с нами. Ну что ж, можно сказать, что базилика Петра, базилика Константина в какой-то мере прочертила основные линии будущего развития Ватикана и именно в таком виде холм Ватикан, а теперь уже место паломничества к захоронению первого папы апостола Петра готовится к тому, чтобы встретить Средневековье. И эта базилика переживет буквально смену миров. Тот мир, который ее породил, мир античности, мир императора Константина, навсегда уйдет в прошлое. Будет Средневековье со своим светом и со своей тьмой, потом наступит время Ренессанса, современного мира, и все это мы с вами скоро увидим и разберем на примере истории Ватикана. Благодарю вас за то, что были со мной в это субботнее утро. Включаю комментарии, чтобы убедиться, есть у нас вопросы, или нет. И до новых скорых встреч. Все вопросы, все комментарии пишите. Я вам очень благодарна. И отдельное спасибо всем тем, кто мне начал писать вопросом, будет ли продолжение истории Ватикана, почему не было на прошлой неделе. Каюсь, немножко увлеклась римскими, сентябрьскими днями. И тем не менее, продолжать говорить об истории Ватикана мы будем обязательно. До скорых новых встреч. Спасибо вам большое. Аминь. Убейте снять. Аминь. Продолжение следует...